МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вітаю вас! З першої лекції ми винесли головні правила роботи на ринку Форекс. Насамперед, це вміння аналізувати, використовуючи дії інших трейдерів чи події у світі, і очікувати на сигнал. А що робити, якщо інші гравці вичікують, а у світі нічого кардинального не відбувається? І сигнали відсутні. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, отсутствие данного сигнала, оно даёт трейдеру возможность заработать? Или это всё-таки какой-то застойный период, когда человек просто наблюдает, ничего не теряет, и ничего, собственно, никаких процентов дивидендов ему не идут? На рынке существует два основных вида позиций. То есть это позиция на покупку, это позиция на продажу, и эту позицию, её называют с точки зрения рыночного жаргона, позиция квадратна, когда трейдер вне рынка. То есть в принципе он в этот момент ничего не осуществляет, он не покупает и не продаёт, то есть он просто ищет сигнал на рынке. И если его нет, это не значит, что это некий застой, это значит, что трейдер лишь готов уже к сделке, готов к совершению операции, но просто нет на рынке сигнала в этот момент. Вот случилось, да, там в еврозоне случился дефолт. Как на это может отреагировать Форекс? Дефолт в еврозоне, безусловно, приведёт к падению европейской валюты, то есть, допустим, выход из зоны евро вот одной из стран, которая сейчас находится в самом тяжёлом состоянии, в состоянии кредитных кризисов, так скажем, выход любой из этих стран из состава еврозоны приведёт к падению. Курса евро, поскольку инвесторы будут выводить свои средства из этой валюты и из европейского фондового рынка, из ценных бумаг. И, соответственно, это приведёт к падению курса. Плюс те участники рынка, которые являются спекулянтами, то есть трейдерами в самом широком смысле этого слова, они, прекрасно понимая, какое это событие может оказать влияние на финансовые рынки, будут продавать евро, то есть ещё более давить цену вниз. В данной ситуации стоит ли покупать? Покупать стоит только лишь, если рынок покажет соответствующий сигнал. А как искать подобные сигналы, мы с вами разберём на наших последующих занятиях. Александр, скажите, пожалуйста, какая сумма необходима для того, чтобы начать торги на Форексе, а как скоро она может отбиться, есть ли гарантии? Для того, чтобы начать торговлю на рынке, для того, чтобы открыть позицию, достаточно суммы в 10-20 долларов. Для того, чтобы комфортно торговать на рынке, используя все правила управления капиталом, управления рисками, необходима сумма где-то в 100-200 и выше американских долларов. Она может отбиться примерно за несколько месяцев, либо же за год, в зависимости от того, насколько консервативно, либо же агрессивно действует данный трейдер. А средства всех клиентов нашей компании, трейдеров, инвесторов, они застрахованы от всех видов не торговых форс-мажоров. Одна из крупнейших страховых компаний Ингострах, что даёт возможность всем нашим клиентам быть уверенным в том, что их средства всегда находятся в надёжности и в сохранности. Спасибо, Александр. Однако, досвиденные трейдеры не радят вкладывать в Форекс остальные деньги и ставить на карту всё, что есть. Это один из правил инвестирования, про которые я узнався в школе. Згадайте, навіщо вы пришли на Форекс? Конечно, не для того, чтобы, подавшись азарту, спустить весь свой капитал. Вчиться и зарабатывайте вместе с мной и нашими программами. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!